доброго времени суток дорогие друзья я но вас всех приветствую на своем канале мой канал называется ирина маркелова соответственно меня зовут ирина маркелова сегодня видите каким я красивым нетермердом вас встречаю тут целую баррикаду сделала для того чтобы угодить некоторым товарищем дело в том что у меня нет такого уголка где вы я могла бы выделить и для съемок места да все это у меня передвижное двигается потом после съемки убирается ну имеется ввиду вначале придвигается потом отодвигается и так далее и так далее у меня идите тематический там фотофон и не знаю может со временем подумаю как сделать еще свой фотофон мобильным чтобы можно было его когда надо поставить когда не надо убрать но это будет все со временем некоторые люди просто не понимают что я не могу все успеть сразу вот им вы не положено у меня нет возможность возможностей нет возможности заговорила не так как надо так ладно это лирическое отступление было сегодня у нас воскресенье и я уже с некоторых пор веду такую рубрику и зальные новости и подвожу итоги за неделю так совпало что я специально не показывала свои готовые работы в конце месяца потому что мне показать было ничего но сегодня я могу вам показать свою готовую работу но покажу я ее вот таком виде многие ее уже видели я даже не буду раскладывать да по той причине что если я сейчас это все разложу то у меня все завалится вот в общем рукава я довязала может быть вот таким образом разложить чтобы не завалилась то наверно вот так да вот рукава я довязала для тех кто не знает скажет почему ты не убрала хвостики я не убираю хвостики до тех пор пока не постираю естественно я довязала еще вчера но не стирала по той причине что сейчас на улице прохладно долго будет сохнуть и в квартире я не хочу сушить и решила что я вначале покажу вам что я действительно наконец-то довязала этот свитер вот и все меня устраивает как нельзя лучше единственное что я не знаю как это все будет выглядеть после стирки но надеюсь что после стирки будет тоже все хорошо я хотела планировала сегодня показать на себе его но думала вначале показать а потом передумала в какой причине по той причине что у меня одна готовая работа и из-за одной готовой работы выставлять все свет и так далее в общем то не вижу смысла это первое второе конечно же я хочу снять это уже в нормальном виде и себя и свитер то есть и постирать и затем снять обзор по тому как я его вязала потому что ну для тех кто не знает я за ним занимаюсь реставрации зубов своих и как бы хочу чтобы все это было нормально ближайшее время я думаю что уже будет все хорошо и по этой причине я как бы пока не фотографирую и не показываю на себе но уходите же никуда не собираюсь и примерно вы уже видели его на мне и видите еще вот так выглядит на мне помните я говорила вам что широковат да но я подумала что когда я постираю это немножко опуститься вниз и будет все хорошо меня все устраивает в этом смысле видите здесь у меня намотыш и вот так выглядит со спинки значит из чего я вязала продолжает спрашивать у меня в комментариях хотя я говорю видео но не знаю почему люди не смотрят или не видят или я не знаю что как в общем это ализе лана gold fine здесь у нас 390 метров 100 граммах цвет у нас 300 так 307 отсвечивает значит 51 грамм 51 грамм 51 процент это у нас акрил и 49 это у нас шерсть здесь нам рекомендуют спицы два с половиной четыре я вязала на четверке значит весит ушло у меня на это изделие 400 ой 534 грамма и в компаньоне белая ниточка у меня это ализе супервош до 75 процентов шерсть и 20 процентов 25 полиамид 100 граммах 420 метров и цвет у нас 55 это в общем то носочная пряжа но я ее использовала на свитер мне не колет спрашивали у меня колется или нет в компаньон я взяла вот такую пряжу это турецкий либо акрил либо хлопок не могу сказать потому что это я в рамках сотрудничество выбирала на в группе не на в группе у ирины пряжа в наличии называется группа и на тот момент когда это было летом там было написано что это хлопок такая кипельно-белая пряжа кто-то там не в комментариях написал что это не хлопок это акрил вы знаете мне собственно говоря все равно хлопок или акрил я ее вообще-то изначально и думала что если это хлопок да выбирала для того чтобы вязать скатерти салфетки да но она оказалась мягкая я так думаю что здесь добавлен либо либо если это акрил то здесь за все равно добавлен нет не так говорю если это хлопок то все равно здесь добавлен видимо акрил потому что вот зеленая пряжа это стопроцентный хлопок это мне раиса из из италии присылала я специально сравнила вот этот вот помягче хотя тут тоже мягкий хлопок вот и как бы я взяла в компаньон только для для того что здесь у нас 420 метров а там 390 ну и как бы я добавила ниточку и у меня по толщине получилось аналогично вот вообще никак не отличается эта ниточка от этой ниточки они смотрятся супер мупер значит ну вот прошлом видео я уже на себе показывала и вы могли сделать вывод по поводу того портят полоски меня и или нет обрезают мою фигуру или нет дело в том что знаете знаете ну как сказать вот вы приходите в магазин да допустим у вас размер одинаковые там с машей катей оле и так далее ну 50 например скажу да но дело в том что маша меряет ей не подходит допустим какое-то платье оля меряет так себе да а кто там еще валя пришла ей подошло ну супер потому что вы понимаете что у нас фигуры у всех разные у нас много своих индивидуальностей да поэтому на казалось бы на одном и том же размере смотрится все совершенно по-разному я уже неоднократно говорила на своем канале что да стандартно там что там пишут это да но надо еще примерять на себя я например была уверена что что мне вот эти полосочки будут хорошо мне как бы интуиция подсказывала мне хотя я до этого не вязала полосками но в данном случае я вижу что мне все нравится абсолютно все нравится в общем отправляю я это изделие в стирку и в общем можно записать что в ноябре я связала вот такую большую работу при всей своей занятости как бы все таки получилось мне довязать значит ну как бы я в ноябре начинала еще один пуловер да это джемпер не пуловер джемпер вот этот но в связи с тем что я б его тоже уже связала но так как у меня возникла проблема с рукавами вы знаете сколько я перевязывала по этой причине рукава эти будут перевязываться теперь я знаю как методом проб и ошибок я все таки вывела свою формулу потому что все то что я находила в интернете все то что мне подсказывали да в комментариях кто-то из вязальщиц подсказывал я задавала вопросы мне ничего не подошло потому что опять же у каждого своя фигура у каждого свои индивидуальные размеры допустим возьму пример вот почему у меня с рукавом так пошло потому что у меня у основания если замерять у основания да то у меня между основанием и вот самое широкое в самом широком месте разница 6 сантиметров и если допустим я равняюсь по вот этому где ну к примеру возьму что 40 да 40 и 34 если я набираю петли по самой большой части да по самому большому обмеру да тогда у меня вот в этом месте получалась складка некрасивая а здесь получалось как бы типа в обтяжку а дело в том что как бы почему я взяла этот подрез я слышала много у многих вязальщиц что для того чтобы убрать ширину да визуально нужно делать широкий подрез ну предлагается так делать если вы хотите чтобы не так это акцентировалось на том что у вас широкое изделие я решила эту теорию испробовать потому что я теоретически это все слышала испробовала у себя на практике да скорее всего что я соглашусь но опять же говорю что мы все индивидуальны и нужно было мне вот методом проб и ошибок вывести свою формулу которую я и вывела но я пока делиться не буду потому что уже предыдущих видео мне задавали вопросы говорили Ирина там как что почем друзья мои скажем так что еще не обкатана возможно на этом рукаве это будет совсем по-другому вот я когда два свитера ну это джемпер и тот свитер когда две вещи свяжу да и да действительно это будет ну как говорится работать да тогда уже я буду отдавать как говорится в массы вот это у меня китайская пряжа стопроцентный акрил друзья но настолько мне он нравится этот стопроцентный акрил просто я не знаю я понимаю что многие там говорят о том что вот любят там чтобы все было натурально и так далее и так далее но вспомните в былые времена когда у нас не было ну достатка такого как на сегодняшний день и пряжи во всем остальном вспомните что мы покупали мы что в магазинах покупали вещи из натуральных ниток или натуральной пряжи была сплошная синтетика и мы ведь ходили а вспомните когда челночники начали возить всякие кофточки свитера футболочки и все прочее тоже это было все стопроцентный акрил и мы же ходили но я уже сказала что это домашний вариант хотя он у меня получился такой что в нем не стыдно выйти куда-то в люди ну посмотрим посмотрим я вот этим акрилом ну просто восхищаюсь не знаю почему он мне так запал в душу ну вот запал так это у меня будет в работе ну я думаю что вот я разобралась с рукавами на свитере и здесь ну пару дней тройку дней я потрачу но думаю что к следующим вязальным новостям у меня уже наверное будет готов и этот ну не будем зарекаться потому что жизнь все равно вносит всегда свои коррективы так если вы смотрели мои прошлые вязальные новости то я там рассказывала что я начала вязать японку да кардиган японка но скажем так я его модернизировала он у меня уже можно сказать не полноценная стопроцентная японка потому что я опять же связи с тем что у меня своя фигура я здесь внесла свои коррективы которыми я очень и очень довольна ну что первое я сделала значит я уже говорила еще раз скажу что я начинала вязать по мастер-классу медведь вяжет лидия сняла мастер-класс спасибо ей за это мастер-класс пяти частях проходите смотрите и может быть свяжете и себе значит что я внесла какие изменения ну во первых когда я вязала и примеряла я поняла что мне не хватает ростка лидия такая миниатюрная дама поэтому ей возможно все нормально мне не хватало ростка по этой причине я помимо того поростка вывязала еще и азиатский росток он у меня небольшой два сантиметра но тем не менее я его связала и сейчас на мне посадка я уже тоже его показывала на вас на вас для вас посадка очень очень мне нравится второе что я сделала второе я сделала опять широкие подрезы подрезы и вставила свой клинышек то есть получается у меня вот до этого места японка идет вот до этого места а здесь у меня уже как бы просто клинышек и дальше опять японка я уже довольно таки много связала для себя я решила что довяжу вот этот моток в длину я не знаю как это у меня получится ниже колена или до колена потому что мы же равняемся по вот этой точке на сегодняшний момент уже мне пятую точку прикрывает вообще отлично вот но посмотрим насколько хватит длины у меня таких 7 мотков это тоже пряжа супервош о которой я вот только говорила ну и здесь у нас получается цвет у меня 27.01 в компаньон к этой пряже я взяла вот такой ализе китмахер называется здесь у нас 500 метров в 50 граммах и здесь 62 процента китмахер 36 полиамид ну цвет 55 55 это белый цвет в общем смиксовать эти две пряжи конечно же меня натолкнула на эту мысль лидия и я очень-очень довольна результатом у нее микс немножко по-другому сделан у меня вот таким образом значит первоначально я вам показывала там у меня разного цвета есть вот такая насочная пряжа я ее покупала что-то мне дарили вот и я планировала не покупать и оставить так как было но потом я не захотела быть разношерстной какой-то да хотя бы хотя и здесь видите разные цвета он такой довольно таки пестрый но в общем я решила докупить пряжу и может быть даже и не решилась если бы она не была по скидке я очень дешево ее на сегодняшний момент в общем-то купила что-то двести восемь рублей по-моему я взяла ее вот ну конечно это деньги двести восемь рублей но в прошлом году гораздо дороже это пряжа стоила чем в этом году вот это то что касательно этой этого изделия так все я рассказала или не все рассказала по-моему рассказала все в общем это изделие вяжется я сказала что я довяжу этот моточек и потом свяжу рукава у меня значит я сказала что было 7 мотков сейчас у меня в наличии еще помимо этого три мотка или 4 4 скорее всего да это у меня третий моток это у меня третий моток моток то есть очень экономичный расход оказался представляете вот значит я не сказала по свитеру по свитеру у меня ушло два мотка не сказала у меня вот осталось от второго мотка вот столько вот ализе ланаголд файн мне даже спрашивали сколько у вас пошло а этот третий моток мной был взят вот вот или четвертый наверное четвертый да скорее всего что четвертый вот потому что пятьсот тридцать четыре грамма хотя может быть и третий надо посмотреть мне в остатках пряжу вот так это то что у меня вязалось и я вам показывала прошлый раз так что еще помимо этого я делала на этой неделе я когда довязала вчера пошла смотреть свои недовязы все-таки вытянула свою янину и уже я распустила рукав в общем я решила ее перевязывать я сильно долго останавливаться на ней не буду на этой пряже на этой пряже на этой кофточке вообще она планировалась у меня как летняя кофточка но я решила что то может быть я ее переделаю и буду носить вот даже в это время почему потому что ну скажем так я жаркая женщина мне все время жарко поэтому не лишней будет она мне и в этот период поэтому я решила что я рукава сделаю три четверти вот и уберу длину потому что я вам показывала те кто смотрел мои предыдущие видео что она для меня в общем как туника длинноватая я хочу сделать ее как кофточку переживала за то что сможет она распуститься эта пряжа или нет потому что она здесь видите вот как какая вот красотуля ну все прекрасно все распустилась без проблем вот это у нас пряжа опиум вот такая не ее прислала янина поэтому я посвятила название этой кофточки назвала яниной и у нас здесь 100 грамм 250 метров состав у нас хлопок 42 процента 34 процента полиамид так и а нет вру 54 процента хлопок 42 процента премиум акрил и 4 процента полиамид ну по поводу цвета наверное цвет вот это 31 94 многие девчонки уже связали и в разных цветах что интересно у всех девочек мастериц разные цвета на каналах то есть у светы роговой такой зеленый красивый цвет у Тани кельмяшкиной белый у Юли по-моему вязание я голубой а вот я не помню какой цвету алюны абель тоже по-моему голубой ну в общем неважно у меня такой мышиный красивый цвет и сейчас камера передает цвет именно таким как он есть на самом деле в общем взяла я на переделку енину свою прям хочу ее перевязать и довязать так это то что на перевязок значит тоже простите у меня есть джемпер Ирина называется да ой короче в общем знаете я даже его не буду показывать потому что либо я тут все поперепутала либо все таки у меня вы спрашивали барабашка есть или нет у меня в общем тут безобразие смотрите какого рода и я не хочу дальше запутывать все это дело в общем я вот тут вам покажу да на этом этапе ближайшее время я вам покажу его уже что я там буду делать потому что сейчас показать не могу все запутанные рукава в том числе даже разложить не смогу так это то что я вытянула навязывать так вчера мне поступил заказ связать шапочку на мальчика с анатомическим с анатомическими ушками обхват головы 50 вот то что я связала за вчерашний день значит это у нас 50 процентов шерсти 50 процентов козий пух это по-моему пихорка я этикеточку куда-то задевала у меня ушел ровно 50 грамм там 50 грамм и метраж даже не скажу я если кому интересно у меня есть другого цвета эту пряжу мне подарила лена попова посылочку присылала и я из этой пряжи вот связала шапочку и вот эта пряжа это baby wool ализа baby wool у меня была в остатках и так как но она вроде бы как мягкая вот эта пряжа и теплая но все же я решила думаю подклад сделать из другой пряжи и вот это вот она у меня в остатках я вот моточек здесь довязала сейчас возьму другой моточек так как это с внутренней стороны там не будет видно что там присоединяю решила использовать все остатки вяжу по своему же мастер-классу на моем канале есть мастер-класс на такую шапочку так что проходите я постараюсь оставить под этим видео ссылочку на этот мастер-класс ну в общем шапочка вяжется то быстро что ее тут вязать начал начал да закончил значит после того как я довяжу шапочку у меня тоже поступил заказ связать фэмили лук папа мама сын манишки я уже связала так сейчас я приближу цвет какой потемнел он на самом деле не такой темный я связала образцы вот здесь вот образец его видно который поплотнее да здесь на тройке вот здесь вот на четверке резинка и здесь у нас получается на тройке связан связана лицевая гладь уже я сделала расчеты для всех троих расчеты тоже занимает не две минуты времени оказывается вот и получается что после шапочки я буду вязать три манишки значит эта пряжа у меня вот такая витабриллиант витабриллиант пряжа для ручного вязания значит color 49 63 45 процентов 6 шерсть ластер и 55 процентов акрил в 100 граммах 380 метров вот эту пряжу я в рамках сотрудничества получала из интернет-магазина мой бобин это было где-то года два назад и для того процесса для которого я выбирала эта пряжа не подошла вот знаете вроде бы как берешь пряжу да думаешь что будешь вязать из этого из этой пряжи но я уже несколько раз убеждалась что не всегда пряжа подходит для тех процессов которые ты задумываешь ну и как бы здесь у меня 5 моточков вот как бы ждала она видимо этого времени я предложила несколько вариантов так сейчас скажу где у меня еще какие варианты я предлагала я предлагала вот такую пряжу газал baby wool 175 метров 100 граммах ну многие знают ее эту пряжу да 40 процентов акрил 20 кашемир па и 40 процентов мериносовая шерсть хорошая для деток для взрослых тоже она как бы идет есть у меня еще вот такого цвета baby wool но этой пряжи оказалось у меня мало это лизе baby wool 278 цвет а здесь у нас состав такая же такой же метраж 50 метров 100 50 граммах 175 метров язык уже заговаривается 40 процентов шерсть 40 процентов акрил и 20 процентов бамбук тоже мягенькая хорошая пряжа некоторые мне сказали что катышки она выдает эта пряжа но дело в том что многие многое много есть артикула пряжи которые выдают катышки во время носки но потом они уходят и можно носить и носить долгие года так что будут у меня манишки манишки будут такие интересные я вам потом покажу не такие как обычно на моем канале тоже я вязала мужскую манишку но я не раз просто показывала как я ее вязала мужскую манишку но мастер-класса не было не знаю вот как свяжу одну покажу может быть если вам понравится тогда этих конечно манишек на просторах интернета очень очень много я не знаю стоит мне ли тратить время на съемку мастер-класса ну посмотрим посмотрим так что еще я чем тут занималась в недавнем своем видео я вам показывала пряжу и просила вам подсказать мне чтобы вы связали из какой пряжи смотрите фуксия бесподобная на самом деле она в оригинале немножко другая здесь она как-то больше малиновая да а в реале она больше к сиреневому склонна вот и я вас очень очень благодарю было много комментариев много чего вы мне рассказали что-то вы мне подтвердили мои такие мысли да я вам очень очень благодарна ну и потом когда буду вязать тот кто мне подсказывал что он бы связал посмотрите сошлись наши мнения или не сошлись я сейчас озвучивать не буду вот потом увидите значит изначально буквально еще сегодня я думала что буду вязать вот из этой пряжи но буквально вот перед тем как съемку начать где-то минут за двадцать я резко передумала друзья мои ой вот нельзя смотреть ничего увидела один замечательный джемпер теперь у меня их по-моему 15 моточков да по-моему 15 моточков это получается 375 грамм знаете можно рискнуть и вязать я хотела вначале дочери связать из нее но что-то я вроде как подумала что она не будет носить из этой пряжи и после того как я сегодня увидела джемпер я прям ну уж решила для себя связать я посоветовала с некоторыми вязалочками потому что я впервые буду вязать из этой пряжи вот наверное вы все смотрите сейчас конкурс о котором я говорила что будет грандиозный конкурс и думаю теперь вы не подвергаете сомнению мои слова потому что я смотрю Свету Рогову и она в своем одном видео сказала что у нее может быть грандиозного меня прям аж даже зацепили эти слова я думаю ну подожди пройдет время и ты увидишь что грандиозного в нем надеюсь Света теперь согласится со мной что он действительно этот конкурс грандиозный не знаю как кто а я прям вот с открытым ртом смотрю все видео хотя они по идее вот особенно последнее видео они они похожи практически друг на друга в той части где демонстрируется изделие но каждая вязалочка да его представила по-своему все равно очень интересно смотреть ну а перевьюшка это вообще мне кажется я еще и сто пятьдесят раз бы посмотрела эту перевьюшку молодцы Леночка вообще генератор идей такие попридумала замыслы это вообще ну талантливый человек талантливый во всем по этой причине тут сомневаться это что вот можно что-то от нее подобного ждать это я думаю что не стоит то ли еще будет ой 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 что называется вот и я там увидела на на Юли Везухоловстай да у нее тоже из такой пряжи вылетела жаккардом да жаккардом связана кофточка подобная потом Юля вязание и я мне сказала что она тоже вязала кофточку для своей подруги они да вот но я еще никак не заходила но сегодня я опять же повторюсь увидела такую красоту не буду рассказывать что она себя представляет в общем мне нужен компаньон к этой пряжи и сейчас у меня пока подождет эта пряжа до того момента пока я смогу этот компаньон приобрести и тогда уже я поделюсь той задумкой которую я задумала из этой пряжи мне нужен либо черный цвет либо белый цвет и я еще даже не заглядывала какая цена этой пряжи и есть ли она вообще в наличии в интернет-магазине да есть наверное вот мне-то всего ничего там надо будет так что подождет подождет скорее всего что это вот после нового года в новогодний ну после новогоднюю зарплату я смогу приобрести вот поэтому пусть пока это задумочка полежит вот большинство написала что очень понравилось вот это вот пряжа это газал бэби-коттон да улетела у меня простыня сколько там 165 грамм вот лежит вставать не хочу лентяйка я 165 метров в 50 граммах ну многие знают эту пряжу да единственное что все-таки придется мне встать чтобы вам сказать цвет опять же в реале выглядит по-другому ну-ка сейчас я отдалю вот так выглядит этот цвет в реале это действительно нет даже все равно ярче чем есть на самом деле на самом деле немного тускнее чем на на видео так цвет у нас 34 47 ага здесь не 100% хлопок здесь 60% хлопок и 40% акрил вот все знают эту ну вязальщицы уже которые вяжут давно да уже наверное попробовали эту пряжу я даже связала уже с такой пряжи не одно изделие у меня еще вяжется кардиган ажурный для дочери я пока молчу про него но он по чуть-чуть у меня вяжется я когда от лицевой глади устаю беру и вяжу его оскому собью потом опять вяжу что-то еще так вот многие написали что видят из этой пряжи у меня тоже свои задумки есть не сошлась ни одна задумка с моей но я послушала в общем то да есть место быть и тем изделием которые мне предложили связать из этой пряжи но дело в том что у меня же не только такого цвета есть такая пряжа я и показывала примерно вот такого цвета еще у меня есть кремовый такой цвет как молочный может быть я дочери вязала кофточку у меня еще осталось пряжа я не знаю сколько ее там ну есть есть белый цвет так что я могу и применить не одно то что вы там предложили вот еще у меня носочки носочки даже показывать не буду потому что мало их я продвигала ну как бы не хватало мне времени вообще я же пошла учиться и думала что ну сколько там это времени займет учиться а не тут то было надо прочитать эту всю теорию прослушать потом вникнуть во все это потом сделать там мы задание выполняем так что дорогие друзья вы знаете я что то как бы я знала но что то как бы я и новенькое узнаю и дополнительно может быть в скором времени и применю поэтому я вам очень рекомендую если вы как то хромаете в реглане да построение реглана да то есть полу реглан реглан погон реглан классический анатомический я вам очень советую пройти курсу Юли настолько она его дает очень хорошо понятно уделяет внимание каждому каждому кто находится мы там в группе да и я же ведь вижу как она каждому уделяет внимание по нескольку раз объясняет если что то где то непонятно кому то поэтому я прям вам советую это не потому что там мы земляки там и дружим и все остальное я как объективный ученик вы знаете когда я пошла в группу к ней вступила да и пошла учиться мне даже было как то страшновато я ей прямо сказал Юля я тебя боюсь она вообще если вы обратили внимание даже свои видео она когда снимает рассказывает она очень эмоциональный человек не поймешь то ли она ругается то ли это она на эмоциях так разговаривает и просто говорит и первое время как бы я ее прямо чуть ли не боялась а потом все страх ушел потому что я ну пришла уверенность что да я это знаю я это умею я это смогу и собственно говоря полдня у меня каждый день практически полдня отнимает вот эти всевозможные расчеты тем более что я не с первого дня начала учиться мне пришлось как бы раскидать это все на несколько ну не на выполнение заданий пришлось раскидать не на один день поэтому это тоже отнимает время но меня работой не испугаешь по этой причине как бы я прям с большим ожиданием и нетерпением жду анатомический реглан когда будет у нас занятие по анатомическому реглану прям очень-очень жду и надеюсь я надеялась что он будет сегодня нет не сегодня может быть будет завтра но посмотрим ладно дорогие друзья все я вам рассказала да похоже что все рассказала на этом я буду с вами на сегодня прощаться и я как всегда желаю всем хорошего настроения легких петелек самое главное здоровье в наше нелегкое время остальное все приложится я как всегда прощаюсь с вами ненадолго надеюсь что на неделю да ну и до новых встреч до новых видео с вами была ирина